Что есть некоторые проблемы, и понятно, как к ним поступиться, а самая главная проблема, которую мы не замечаем, игнорируем, вот как сделать такую мысль, чтобы ты о чем-то подумал. И все проблемы вдруг стали явными, когда ты делаешь какие-то ходы мысли, замечаешь какие-то объекты, о каких объектах еще надо подумать, чтобы снять риски, чтобы была более-менее полная постановка задачи, и наметки к тому, как можно было бы выходить в этом направлении, некоторые интеллектуальные идеи, я считаю, что это цель доклада. Я мог бы эти слайды вечно тасовать, я их как бы не затасовал, некоторые слайды не специально для данного доклада, некоторые были самопраздным в моих выступлениях. Давайте посмотрим, что получится. И я при этом понимаю, что мы в целом, например, говорим про блокчейн, в целом говорим про фичтех, но мне кажется, что важно выйти за пределы блокчейна, за пределы финтеха, для того, чтобы как-то продвинуться понимание проблем финтеха и проблем блокчейна, что-то с этим делать. Я стараюсь не сильно много рассказывать из предыдущих своих докладов, когда я рассказывал о том, что, обратите внимание, есть люди рынка ценных бумаг, на котором я был, люди финансовых рынков, и когда мы беседуем с финтеховцами современными, они говорят что-то на своем птичьем языке, их слушают традиционные люди и говорят, вы какие-то безумные проблемы решаете, нет у людей таких проблем. Все, они отворачиваются, после чего они обсуждают свои моменты поставки, против платежа, что написать в законодательстве, чтобы суды потом отреагировали, а поскольку тут у нас нет ни законодательств, ни судов, вообще ничего нет, то, конечно, эти проблемы мы не слышим, а потом удивляемся, почему эта блокчейн не идет как пожар по всему миру, хотя, казалось бы, все созрело, да? Вот, а... Ну, стык-холдеры бывают разные, потребители, это важные стык-холдеры, сегодня я вам потребителей буду касаться как-то. Вот, но я хотел бы зайти с другой стороны. Вот, а Технинг-холд, вообще говоря, это консалтинговая лавка, очень небольшая, у нас всего там пара партнеров, и мы работаем обычно с крупными холдами. Работали и в отношении финансовой инфраструктуры, и с регуляторами, хотя где-то с 2007 года у нас мало было, и мало было, и все сюда, потому что не в коня форм, когда поменяется власть, мы будем продолжать 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 государство, но не в его нынешней инкарнации в России. А принцип у нас образовательный консалтинг, то есть мы однажды видели, как когда ушли консультанты, сократили огромную службу, которая, как выяснилось, только передавала материалы консультантов начальству, когда консультанты ушли, то вроде как клиент был сокращен. Вы сказали, такого не будет, мы будем всегда учить после этого работать людей, клиентов, чтобы когда мы ушли, их увольняли после этого. Но экспертиза, системное мышление, системная инженерия, антология, и в какой-то мере уже, наверное, системный интеллект. А ход, который я хочу сделать, это ход на инженерию предприятия. Я не буду рассказывать, что есть академическая организация инженерия, здесь интерпрайз инженерия это абсолютно бизнес такая штука, и совсем бизнес штука, которая называется бизнес инженерия, когда нам надо какой-нибудь стратап с нуля делать чисто такой, право, мы будем держаться в серединке вот этой самой интерпрайз инженерии, и там нас будет волновать Enterprise Architect, то есть основные решения, которые будут сделаны по поводу какой-то организации. И там нас будет волновать Enterprise Anthology, которая чуть ли не синоним Enterprise Architect, потому что, когда мы смотрим на предприятие, или, как я предпочитаю говорить, предпринятие от того же корня, но это уже не юрлицо. Какая-нибудь рабочая группа проекта, или вот мы, собравшиеся тут на данное заседание, мы уже предпринятие, то есть мы собрали для какой-то цели, у нас есть какая-то организация, вы сидите, я тут разговариваю, да? Но предприятием это не назовешь. Тем не менее, для того, чтобы продолжать думать о таких странных объектах, хорошо бы иметь слово предпринятие. При этом я в последнее время пытаюсь растянуть то, что я об этом говорю, у меня хорошая метафора танец. Потому что танец уже глубоко вышел за пределы простых вещей, там есть и люди, ниже и как материалу выступают люди, да? То есть важно, важны их тела, их отношения друг к другу. Но они же и стейкхолдеры, число стейкхолдеров разных танцев, и даже число стейкхолдеров сильно отличается. И тем не менее, нельзя не сказать, что эти люди как-то распоряжаются такими собственными делами, какая-то инфраструктура нужна для их работы, они что-то делают, в них целенаправленное действие. И если мы научимся об этом говорить, да? А танцы, вот так, то может быть мы немножечко прорвемся вот в ту область, которую мы сейчас пытаемся обсуждать, когда мы говорим о новых таких вот безюридических лиц, опять же, предпринятиях, предпринятиях. То есть мы, может быть, сможем пообсуждать какие-то новые системы деятельности, о которых раньше просто думать не могли, как о системах деятельности. И в основе, конечно, будет лежать системный подход, системное мышление. Это отдельно, я сейчас даже касаться этой темы не буду, что это подходит, там всего много. Особенность текущего момента в том, что у нас не реализовалась идея о том, что мы сами в сиборге, у которых половина черепа железная, и в каждом глазу по какому-то оптическому устройству лично такая cybernetic организм. Значит, мы неожиданно выяснили, что у нас не cybernetic организм, а cybernetic организм. это некоторая жизненность, это тот же самый выбор, который вам все мечтали. Он другой обстанов. Есть какой-то компьютер, в котором какой-нибудь план строительства на, скажем, 60 тысяч индивидуальных работы, компьютер отслеживает деятельность пары тысяч строителей, чтобы они 60 тысяч работ выполнили публику. какие работы по плану, какие работы надо сделать, что уже сделано, что еще надо будет сделать, какие работы на сцене. Деятельность тысячи людей обеспечивает сейчас и город. Потому что современный мир, он, вообще говоря, не может уже без компьютеров, и эти компьютеры пока никакие решения не принимают, но на самом деле все больше и больше принимают решения. А в 2012 году у нас случилась еще революция. Но это опять же предмет другого рассказа, хотя мы вынуждены это приступить. И компьютеры они в глазах открылись, ушки открылись, то есть они начинают сушечь как повесить время компьютерное. То есть проблемы, которые полхотнелетни решались, они вдруг резко начали решаться, и информационные технологии вышли на другой уровень. И это вроде как и пугает, но с другой стороны это сильно помогает, потому что я когда ехал сюда на Яндекс.Такси, я вышел из планированной чистой поле, посоветую, я облажал несколько кнопок на марвейт, и тут же подъезжает машина, берет, едет, известно, куда ехать, я сажаю машину, сейчас созвонились, где я там стою на какой почине. То есть три года назад это трудно было представить, что это было. Вот поездка, моя поездка, это вот такое предпринятие, то есть собрался таксист, собрался я, еще поработали спутники при этом, где я стоял, все было четко известно, еще поработала карта, поработала куча датчиками, потому что мы когда-то слышали, что есть такие раи, да, раи интернет-вещей, вот, собственно, незаметно, это не из журнала, мы же так просто не называем, здесь, когда я тут с пробки показываю пробку, сработала пикниковая фотография, то есть и космос, и телефонная сотовая связь, и пакетные сети обработки данных, перед этим меня обязательно проверили, потому что я вылез в чистом поле, меня я бы там не видел, он мне поставил послать смс, сказал все надлежащие вопросы, сказал, что вы вошли, конечно, со своими карточками, телефон, я вас проверю, и понятно, что сходу возникло при помощи, не знаю, наверное, 3-4 десятка компьютеров, а то и не компьютеров, а дата-центра, вот в этой одной транзакции поучаствовал, представляете себя, эта система, когда я так говорю, при этом, я не говорю, что вот края этой системы уходят куда-то в пространство, потому что свободное таксист при этом выполнял прошлый заказ, у меня на телефоне высветилось, что сейчас он высаживает пассажира и будет у вас через 3 минуты, то есть известно, что он сделал, и так оно и было, он подвозил кого-то подъехал на день, а потом поехал дальше, и вы понимаете, что вот то, что сейчас происходит, вот это предприятие, оно вообще не живет без компьютера, поэтому мы попали, и мы очень странная ситуация, когда вся деятельность, которую мы выполняем, массово, она туда прямо в руку, в руку, в руку, она уже становится не столько деятельностью человеческой, сколько деятельностью гиборга, то есть частью это люди, а частью и не люди, но дальше осложнение, что тем не менее мы сами тоже стремительно превращаем гиборга, что человек это существо сильно адаптирующейся, если уже вокруг нас такой организационный мир, то и наша природа меняется, вот обратите внимание, вот телефон в руках, вот телефон в руках, вот телефон в руках, слушайте, у всех в руках вот компьютер, вот телефон в руках, а теперь представьте, что вы сегодня забыли телефон дома, ну некоторые наверное в такой ситуации оказывают, да ладно, батарейка сдохла и все, и зарядка вы чувствуете так примерно как у вас полмозга вынесет, обращу внимание, что это ровно те самые полмозга с жестянкой, которые мы видим на карпетах, то есть человек, у которого пропадает его хардер, он выпал из жизни, причем выпал из жизни очень сурово, я бы сюда не добрался без телефона, кто-то бы не смог заплатить, просто в метро будешь вон зайти, и это есть огромная проблема, у нас модель психики, когда смотрим что такое потребитель, что такое клиент, как работает стейкхолдер, это сейчас не учитывается, нам нужно не только поменять представление об организации, как будто это люди и станки, люди станки и компьютер, и это совершенно другое, нежели люди и станки, нам надо поменять представление о человеке, вот тут одна из моделей психики, где, конечно же, она киберпсихика, кибер, я в скобках пишу, потому что я многое знаю, была бухгалтерия, потом механизированная бухгалтерия, потом компьютеризированная бухгалтерия, сейчас просто бухгалтерия, потому что других не бывает, у нас была почта, потом электронная почта, потом просто почта, если обычная почта, то как-то обычное слово уже не говорится, как-то надо долго объяснять, какая это. А есть бессознательное, есть сознание, но обратите внимание, у нас есть экзофортекс, и вот эта граница внешнего мира, она уже проходит, ну, есть сознание, как бы, есть неофортекс, да, у каждого много было, где все существует происходит, особую часть, где все человеческое. А экзофортекс, например, тот лист, который я размышляю, то есть я мысль выложил, это часть моего мышления, часть моего умышлительного процесса, те картинки, которые я рисую. Но, ровно поскольку я это уже выложил, например, вот я мыслил, вроде как размышлял над этой картинкой, часть была моего мышления. Немножко вынесено не только в мозгу, но и как бы между бумажкой или там экраном слайдом. Но, смотрите, с того момента, как я что-то вынес из своего мышления, я уже могу показать и вам, то есть это во вне моего мышления, могу этим поделиться. То есть тут проходит граница мира. А еще есть эффект экзотела, то есть когда у вас хороший инструмент, то чисто психологический эффект, когда вы едете на машине, то этот инструмент становится продолжением вашего тела. Очень интересно рассказывают программисты про вот эти ощущения экзокоркекса и экзотела. Они надевают очки виртуальной реальности, запускают космос, выводят прямо в космос изображение текста, текстовый редактор, и после чего запускают музыку, и они печатают, но понятно, что клавиатуры не видно, и более того, мимо сознания идут хорошего программиста движения пальцев. Меняет восхитительный эффект. Ты сидишь в космосе, у тебя текст, который возникает просто усилием вдвоему, потому что даже полный автоматизм пальцев. Это особое ощущение, мы умеем это делать, что у нас инструменты является продолжением тела даже у программистов, даже мыслительный инструмент является продолжением тела. То есть человек поменялся, и далее интересно, что вот это вот все, собственное тело мы начали немножко протезировать, тело выходит во внешний мир, но это мелочи. Главное, что у нас появляется нечто совсем тяжелое, и в тех местах, когда оно выходит во внешний мир, оно начинает жить своей собственной жизнью, потому что там может быть процессор, и он уже не всегда логический, он уже на нейросетях, и вы если видели современные гостендинамикс ролики, совсем стандинамикс, скорее всего, не видели, славный, честно говоря, пугающая жизнь, да? Вот, и мы начинаем понимать, что анекдоты, вроде бы, которые рассказывали люди на 3-4 года назад нейронета, тогда это не настоящий метод, который у Баландеева сталкивает, а они хихикали, что у человека будет 3-4 разных тела, он их будет ощущать как свои тела, вот он тут присутствует частью, пьет кофе, а одновременно в Калифорнии его тело где-то там, где-то по стартапу, а еще одно дело занимается танцами еще где-то, и весь этот топ, это как бы его область, он здесь и сейчас, ну почему бы нет, ну и часть сознания то же самое, думает об одном, думает об другом, это как-то распределены вот эти вычисления, то есть мы должны понимать, что мир, куда мы быстро скатываемся, он уже устроен онкологически не так, как мы привыкли, то есть вот тот мир, в котором разворачивает все эти блокчейны, все эти техники, он начинает быть устроен, о нем хорошо немножко думать по-другому, а не перетаскивать в этот новый мир привычные наши представления, значит, но как думать, да, как думать, понятно, что тотальная экстремальная автоматизация это наше все, деятельность есть, это означает есть люди, есть люди, есть их роли, есть и колоры, значит, мы автоматизируем, тренд экстремально, то есть экстремально программирование есть автоматизация хорошо, то это означает экстремальная автоматизация, это означает автоматизировать надо вообще все, ну, то есть вообще все, а саму автоматизацию надо автоматизировать, и автоматизацию надо автоматизировать, да, то есть до экстремного того, а тотально это означает, что дотлан, то есть вот если вы едите, то это тоже надо автоматизировать, если вы дышите, то и это надо автоматизировать, То есть автоматизируется вообще все. Вот это вот тренд, и мы в этом просто катимся. Но если стейк-холдеров заменять автоматами всех, то есть начинают принимать решения компьютеры все больше и больше, то, что раньше делали все больше и больше компьютеров, будет ли это вообще деятельность? Нет деятелей, а деятельность есть, получается. По идее я же что говорю? Я говорю, что давайте заменим все, что у нас в шаге, все, что занято чем-то таким повторяющимся, не отдельными действиями, а отдельными действиями. Вот все автоматизируют. А люди что будут делать? А все, что они будут делать, мы тоже автоматизируем. То есть надо вообще понимать, до какой границы мы должны сейчас доходить, чтобы осталась какая-то осмысленность того, что мы обсуждали. Потому что тренд, что мы автоматизируем все, он такой очень интересный, а всегда думаете, для чего, что из этого будет, надо ли мне автоматизировать удовлетворение всех моих потребностей, или какие-нибудь оставить. Я хочу автоматизировать свой YouTube или Индекс. Секс я хочу автоматизировать, или останусь. А вместо себя танцевать, я хочу отпустить робота, или сам потанцую. Когда мы говорим, это танцы. А предприятие тот же танец. Я всегда говорил, когда мы беседуем о лидерстве, что там есть два разговора. Это катализирование сотрудничества, такой торжественный разговор. И в нем лидер, он осмысляет людей в предприятии, которые понимают, что вот работать с автоматами, без автоматов, ну как бы вот работать, это и смысл жизни, они предпочитают какую-то команду, вот это осмысляет. Да, есть, конечно, такой вот разговор за кадром, что лидеры просто вот эти стейк-холдеры, которые тут написаны, организационные места, роли, да, и живые, упалкивают, это личное, с общественным. То есть, занять вот эти вот роли на конвейере, и честно там выполнять. Но в принципе мы уже осмысляем, теперь мы автоматизируем. Все, осмысление заканчивается, потому что, вот какое осмысление? Есть лидеры, а автоматизаторы, они антилидеры. То есть, они все смысленность снимают, люди начинают занимать другие позиции, туда приходят автоматизации. Автоматизаторы, я понимаю, что эту тему сейчас все обсуждают, но блокчейн-сообщество, Fintech, оно то же самое должно обсуждать, где там кончается граница человеческого, где начинается граница вот этого, этой автоматизации. Сейчас, насколько я понимаю, особо этот вопрос и не обсуждается. Значит, ход, каждый раз расширять рассмотрение, изменение, каждый раз систему, чтобы оставались тек-хода. Значит, это немножко переформулированное то, что когда вы автоматизируете какую-то деятельность, нельзя о ней уже говорить, что это та же самая деятельность, только автоматизированная. Обычно это вообще другая деятельность. Программистов так и учат. Пошел автоматизировать, ни в коем случае не выполняет то, что вот делают люди. То есть, ты должен построить некоторый новый мир, в котором люди занимают новые позиции, они занимаются чем-то новым. Ну, автоматизация вообще других процессов. Потому что автоматизация умеет делать то, что люди не умеют делать. И ты должен как бы менять мир, перекладывать одно другое. Вот мы сейчас попадаем в мир, где исчезает прошлая деятельность, но вот этот ход я хотел, чтобы вы запомнили, что наша задача расширять и изменять систему. То есть, когда вы автоматизируете какой-то кусок, то для того, чтобы рассмотреть новую деятельность после автоматизации, когда вы ее поменяли, вам требуется расширить эту деятельность. Потому что автоматизация как бы сжимает вот то, что уже рассмотрено, его как бы нет. Это как бы один ход, один элемент. Модуль. Ну, модуль, да. Ты сразу его можешь считать черным ящиком. И для рассмотрения на том же уровне тебе приходится каждый раз расширить это рассмотрение. И заодно включаются эти люди, которые на прошлом этапе были выгнаны. То есть, это как бы вот такая воронка, когда середина автоматизированная все время ужимается, сделается плотнее, и она так сжирает весь мир, но люди остаются. Но вы понимаете, что при этом мышление оно должно как-то вот тоже все равно расширяться в ходу деятельности. Это означает, что если вы занимаетесь финтехом, идете туда что-то в финтехе автоматизировать, то это автоматом означает, что на каждом шаге вы должны прихватывать какие-то куски, которые раньше в финтех необходимы, потому что по мере отжимания вы должны прихватывать вот то, что связано с людьми. А этого я не вижу, потому что каждый раз, когда я прихожу, я из людей, из того, что происходит с людьми вокруг, ну я вижу алис, обломок, то есть очень ограниченный кусок, который тоже, как вы понимаете, в тех ситуациях, которые рассматриваются, вот так можно заменить аппаратами, и мы, получается, автоматизируем то, что и так делается какими-то автоматическими системами, ну перераспределяем, чтобы, типа, там вот это в одном компьютере делалось, это тут можно делать в разных компьютерах, но это немножко не то, о чем я говорю, это как бы не то, что выяснили. Значит, вот надо было сюда, конечно, ссылочку написать. Возникают при автоматизации совершенно неожиданные эффекты. Для меня эти эффекты важны, потому что они указывают границы того, что возможно сегодня. Это впервые начинает появляться, вот так, люди, когда попадают в переавтоматизированный мир, они чувствуют себя полностью беспомощными по словам на стихлючения. У одного товарища в Америке под Новый год, у него рейс сняли. Но как-то так хитро сняли, это вот так прошло немножко метр, ну не мема, в лентах, во мной из местах походил, он известный блогер, ему пришла смс-ка очень поздно, то есть он пришел в аэропорт, увидел, что рейса нет, смс-ок нет, ничего нет, вообще ничего нет. Он попытался сделать что? Он говорит, ну что, я кнопки нажал, там три кнопки нажал, я получил билет на рейс. Прихожу, рейса нет, что делать? Аэропорт все заняты. Я смотрю, ничего не происходит. Я пошел людей искать. Значит, это интересный ход, он пошел людей искать. Смотрите, очень интересно, когда у нас происходит что-то не так с блокчейном, первый ход какой? Бежать к Виталийму. Бежать к Виталийму. То есть мы начинаем искать людей каждый раз, когда с автоматом. Я на эту тему про людей еще раз поговорю, я вам про тевица расскажу, которые теоретически это в одном лет до этого. Так вот, он побежал искать людей, а людей нет, потому что в аэропорту все заняты, кому вы будете искать, когда рейса вашего нет? Представляете, ситуация, аэропорт, губки и залы, компании, каждая из которых выполняет, много рейсов других компаний, вы же садились к ней, да? Совмещенный рейс везти компании, потому что все шеррит. И где-то там, в нежрах вот этих всех систем, где-то сбойнуло. Потом он говорит, ко мне приходит смс, что твой рейс снят, обращайтесь к представителям компании. Он пошел искать представителей компании, единственное, кого он нашел, это людей, которые делают посадку из этой компании на другой рейс. Его, естественно, посадили, что это не твой рейс. Он, как я понял, взял за пуговицу этих людей, оторвал их от очереди обслуживания посадки рейса и заставил заниматься своей проблемой, предъявляя вот эту смс и говоря, что вот вы же единственный юр. Около него немедленно, поскольку все собрали посмотрел сотрудник компании на этих 100 человек, на тех 100 человек, которых он резко прервал, которые не сажаются на свой рейс, поснятого, и сказал, что ты последний, кого я хоргаю, вручную, начал дозваниваться куда-то по внутренним телефонам. Как я понял, там десяток систем. Все, что хотел этот товарищ, он хотел улететь в тот же день. Потому что вдруг автоматически все системы прекратили работать. То есть нельзя было взять деньги назад, обращайтесь в компанию. Вы понимаете, да? Еще надо подтвердить, азвалили, тебе же сразу деньги не дадут. А оказывается, когда мы